Дорогово ФОК Красная Горка еще не видел. Одновременно в его зале находилось 15 колясочников. Спартакиада для инвалидов собрала более полусотни участников со всей области. Мероприятие проводилось по инициативе Борской городской организации инвалидов. Сегодня у нас такой прям замечательный спортивный праздник, спорт без границ. Мы давно о нем мечтали. И благодаря финансовой поддержке благотворительного фонда Ордатов Дети мы сегодня его и провозим. С приветственным словом на открытии Спартакиады выступил серебряный призер Паралимпийских игр Борский пловец Эдуард Самарин. Признается, что переживал не меньше участников. Для меня это, наверное, как-то все равно волнительно. Потому что когда выступаешь сам, это одно. Когда открываешь, понимаешь, что сейчас ребятам предстоит, ощущаешь тоже вот этот, наверное, легкий мандраж предстартовый. Он всегда есть у каждого спортсмена. Держинск, Бор, городец Нижний Новгород. Всего в Спартакиаде участвовало 6 команд по 7 человек. Все виды спорта адаптированы для людей с ограниченными возможностями. Особый интерес вызвали специализированные настольные игры, где важны не сила, а расчет и аккуратность. Впервые играете в эту игру? Да, в первый раз. Какие ощущения? Ну, в принципе, игра интересная, захватывающая. Отрабатывается четкость броска, меткость. Ну, как спортивный азарт развивается. Эти настольные игры – собственность борской команды. Они появились у ребят два года назад, и сегодня борчане строят смелые планы. Ну, у нас вообще-то еще одна цель для того, чтобы из других команд познакомились с нашими играми, настольными спортивными играми мира. Они у нас, я напомню, у одних в Нижегородской области, чтобы мы потом в будущем смогли с ними соревноваться. Один из видов состязаний – гонки на колясках. На скорость участники преодолевают дистанцию по заданной траектории. Травму я получил в 2014 году, но смирился с коляской только в 2017, только в том году. Во-первых, я принял жизнь на коляске благодаря вот таким соревнованиям. Ну, на самом деле, я и участвую во всяких марафонах, полумарафонах, в забегах со здоровыми людьми. Для здорового человека бросить мяч в кольцо не представляет труда. А для людей с ограниченными возможностями – это маленькое испытание, которое дарит вкус победы и позитивные эмоции. Когда последний раз кидали мяч в кольцо? Никогда. Какие ощущения сегодня? Я отдыхаю. Я просто резулюсь. Из дома вырвалась, из четырех стен. Даже если у кого-то что-то не получается сразу, участники воспринимают это на позитиве, так, как умеют только они. Некоторым очень трудно, но тем не менее стараются. И я думаю, что и у них впечатления должны быть такие, ну, позитивные, приятные. Когда они радуются, у нас сердце радуется. Когда вот именно они радуются, их, конечно, нам приятно. И добрых эмоций на празднике хватило всем сполна. Соревновательный дух присутствовал, но все же мероприятие больше напоминало фестиваль хорошего настроения. У нас команда называется «Позитив». И, в принципе, мы абсолютно получаем эти же эмоции. Замечательно встретиться с друзьями, развлечься, поиграть. Я очень люблю эту атмосферу. Я уснуть потом не могу после этого дня. Меня заряжает довольно-таки хорошо эмоции. Движение – это жизнь. Вот поэтому мне все это интересно. Я с удовольствием на соревнования, езжу на соревнования. Очень даже мне нравится. Их нужно проводить побольше, почаще, для того, чтобы люди могли общаться, могли показать хотя бы свою способность. Будет финансовая поддержка. Мне кажется, мы готовы проводить каждый год его. Такое мероприятие. Не страшно. Ну, нет, сейчас не страшно. Наталья Синяева, Андрей Суворов. Новости 19.32. Синяева, Андрей Суворов. Новости 19.32.